Авария – это всегда внезапно и очень страшно. И только своевременная и грамотная помощь может спасти пострадавшим жизнь. Во вторник в Приволжском районе спасатели пожарные со всей области оттачивали навыки ликвидации последствий ДТП. Лучшая команда будет определяться по критериям скорости, то есть вскрытие автомобиля, эвакуации пострадавшего до скорой помощи, а также будет определяться по правильности выполнения данной задачи. По легенде учения, эти два парня ехали на своей «Волге» в плес. Молодые люди собирались хорошенько отдохнуть и покататься на лыжах. Однако судьба распорядилась иначе. На скользкой трассе их автомобиль занесло, произошло лобовое столкновение. Одними из первых пострадавших вызволяли из беды спасатели шуйской пожарной части. Шину, шину, шину. Пойдем, заносим. Серег главой, Серег главой. Побежали аккуратно. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Спокойно. Спокойно. Давай заносим. Три-четыре. Три-четыре. Задача была такая – потушить очаг пожара. Разблокировать двери, срезать крышу, вынуть пострадавших из автомобиля, оказать им первую медицинскую помощь и доставить до бригады скорой помощи. За право называться самой профессиональной командой поборолись 12 отрядов. Не обошлось и без ошибок. Под ногами скользко, под пристальным взглядом жюри нервно и неуютно. Тем не менее, в учениях все же легче, чем в бою. Здесь мы уже знаем, сколько пострадавших, где они находятся, конкретно уже и в светлое время суток. То в настоящее время, естественно, тяжело. Потому что мы не знаем, у кого какие переломы. У нас же нет с собой рентгеновской камеры. Мы не можем даже на глаз определить. Будучи специалистами, все равно нельзя определить, у кого какие пострадавшие есть. То есть тяжело их вытаскивать. Потом психологически, естественно. Кто-то с детьми бывает, кто-то старенькие. К слову сказать, утром перед соревнованиями двое спасателей успели помочь участнику реального ДТП. Когда ехали из Иванова в Приволжский район, увидели в кювете перевернувшуюся девятку. Водителю вместе с его транспортным средством помогли быстро выбраться. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново, Приволжский район.